Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и сегодня мы с вами присутствуем на очередной серии игры ProSacling Manager 2020. Я уж тут начинаю немножечко путаться, потому что и PES 2020, и ProSacling Manager 2020. Всё очень похоже, но неважно, мы сегодня в ProSacling Manager, потому что давненько его что-то не было. И у нас сегодня снова моя команда. Карьера за Юрия Анатольевича Нечаева у нас продолжится... Она у нас продолжится, это самое главное. Когда я пока что честно не могу сказать, но я надеюсь, что очень скоро. Что ещё могу вам сейчас поведать, пока идёт у нас этап сприндерский. Всех зову на стрим, возможно завтра, возможно в понедельник по PES'у мы там поиграем нашу карьерку. Собственно, ну наверное всё-таки в понедельник, потому что там удобно будет и первый рабочий день, там всё такое, там я как раз таки отдохну, потому что у меня практика будет. Ну в общем у нас вот это, начинается основная сприндерская развязка. Давайте уже о делах давно минувших дней, ой, это немножечко не то. О делах давно грядущих дней, то есть о делах понедельника, воскресенье мы пока что говорить не будем. У нас Харин начинает развоз, дальше его будет поддерживать Александр Рябушенко. И Литвинов у нас сегодня основной сприндерский капитан, Рябушенко начинает спринт первым. Литвинов потерял его колесо за спинами гонщиков из Митчелтон-Скотт, к сожалению. Но сейчас будем смотреть, что же у нас в итоге получится. Литвинов пытался вылезти, но ничего в итоге не получилось из-за того, что его оттеснили. Выигрывает Каден Гроуз, дальше Жульен Симон и Тим Мерлие. Немножечко сумбурненький этапчик, не находите, да? Ну вот мне тоже так кажется, потому что я не успел все озвучить, что хотел, да и ребятки у меня тут немножечко так не очень провели спринт. Но ладно, ладно, мы еще попробуем все исправить. Второй этап тоже спринт подобного типа, спринт в холм, это тур Норвегии, мы его уже проезжали. В том году, по-моему, если я ничего не путаю, или даже в этом ли уже пробовали. Короче, не важно, проезжали уже точно когда-то, на канале это должно быть. И, собственно, у нас здесь все с вами сегодня должно получиться прекрасно, потому что мы помним про два холмистых последних этапа, а у нас есть Падун. Как-никак, Марк Падун это наша такая теневая сила, которая может в случае чего показать всем, где раки зимуют. Сейчас же он наш развозящий на этом спринтерском участке. Километр 400 остается до финиша, Ребушенко вывозит Литвинова в голову группы. За километр 200 сейчас будет начинать свой спринт Александр Ребушенко. Как известно, у нас неплохо спринтует именно в холм, но Литвинов не особо ему проигрывает по этому параметру, а в качестве спринтера он даже чуть-чуть получше будет. Но вот сейчас Ребушенко выходит в первой группе на финишную прямую и, судя по всему, забирает этот этап, да, Александр Ребушенко. Дальше Йона Берастури и Тиммерлия снова третий. Вот прошлая серия у меня, по-моему, называлась «Мастера случайных побед». Вот настоящий мастер случайных побед это Александр Ребушенко как раз таки и есть. Александр, он просто сумасшедше иногда в неожиданных местах, в сумасшедше неожиданных местах, правильно так будет сказать, показывает себя просто суперски хорошим спринтером, чего от него даже, ну если честно, вот говорить, не ожидаешь. Что же, отправляемся мы на следующий этап. Саша получил синюю моральку, и это означает, что сейчас к его пику формы добавляется еще плюс один по мотивации, означает, что, возможно, и в спринте он будет себя достаточно неплохо показывать. Но следующий спринтер равнинный, к сожалению, и здесь мы отдаем предпочтение снова Вячеславу Литвинову. Посмотрим, что у нас в этот раз получится разыграть с нашим украинским, по сути, бордюром, но, как оказалось, неплохим еще и спринтером. И за 6 километров до финиша у нас еще очень и очень солидный поезд, это и Воробьев, и Панков, и Рябушенко, и Падун даже еще держатся на колесе у Литвинова, там же где-то и Сава Новиков, и Харин все еще в группе. По сути, мы не потеряли пока что ни одного бойца, но сейчас начнем терять. Антон Воробьев очень уверенно развозит по равнине, еще раз могу любому из вас порекомендовать его. Дальше у нас будет развозить Джафар Панков. Очень сильный сегодня гонщик, ну, в принципе, сильный. И если надо, прям очень хорошо развозящий. 2.2 остается до финиша. Почему, кстати, хороший развозящий? Потому что у него спринт 68, и как для такого вот предразвозящего он очень и очень хорош. Километр 300 до финиша, Александр Рябушенко начинает собственный спринт, так же, как и Вячеслав Литвинов. Литвинов против какого-то из представителей Альпицин Феникс смог переспринтовать, да и, в принципе, он всех переспринтовал. Дальше Александр Камп и какой-то там представитель Эритрея, Рябушенко в итоге четвертый. Но в генеральной классификации Гроус по-прежнему лидер. Дальше Мерли и Александр Рябушенко. Или Литвинов уже, или третий. Вот проскочил я слишком быстро и не посмотрел. Бывает? Бывает, дорогие друзья. Ну что же, мы потихонечку начинаем видеть зеленые проблески, моральки в нашей команде. Это означает, что мы добиваемся той цели, которая у нас стоит на этот этап сезона. И я надеюсь, что мы сможем все более или менее стабилизировать. Что же, очередной банальный спринт. Ну, в этот раз, конечно, чуть-чуть под спуск. Поэтому мы с вами в очередной раз рассчитываем на наших ребят, которые должны будут противостоять достаточно сильным спринтерам в лице Мерлие, Кампа и прочих остальных вот этих вот всех ребяток, которые типа дофига сильные. Подум у нас сейчас везет группу вперед. Несколько потерял его колесо Александр Рябушенко. Но вот сейчас он уже восстанавливает свои позиции на колесе у украинского нашего и капитана, и топ-развозящего. Разорвалась группа уже давно на несколько отдельных, соответственно, группочек. И сейчас подум за 2.2 начинает свой собственный спринт. Александр Рябушенко и Литвинов сидят на колесе. Тут же недалеко и Панков, который уже всех сил лишился. Начинает свой спринт наши белорусские и украинские спринтеры. Тут же представитель Альпийцин Феникс и Тоталь Директ Энерджи. И в итоге что же у нас получается? Рябушенко, да, забирает очередной этап. Дальше Ласса Хансен, Жюльен Симон, Тим Мерлие и Вячеслав Литвинов. Рябушенко, вторая победа за эту серию, и это не может не радовать. Возглавляет генеральную классификацию отныне Беларусь. Дальше Тим Мерлие и Вячеслав Литвинов. Но, 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 не стоит забывать и про следующие этапы, к сожалению, потому что там у нас будет несколько такая тяжелая ситуация. Вот особенно на этом этапе, потому что здесь очень такой солидный перепад высот именно для чистых спринтеров, коим является тот же Литвинов. Тем более, когда минус 2 ловишь, то ловить вообще больше нечего, у Рябушенко хотя бы плюс 1. И сегодня наша основная задача довести Александра до финишной развязки, дабы побороться как-нибудь там на финише и не потерять время в генеральной классификации. Хотя, в принципе, за счет бонификации у Александра есть уже минимум 20 секунд преимущества над основными горняками. С огромным трудом мы доехали именно вот в таком вот составе до данного этапа гонки. 5 человек. Че сказал? 5 километров остается до финиша. 3 человека у нас представительства имеют в голове группы. Это Панков, Падун и Рябушенко. Тяжело сейчас Александру, безусловно, тяжело. Джафар сейчас будет пытаться раздавать в хорошем достаточно темпе, дабы догонять оторвавшегося на небольшом крутяке Джека Хейга. Тут же, как я вижу, начинает ускорение 31 номер Дайрект Энерджи. Тоталь Дайрект Энерджи. Это Лилиан Кальмежан. Ну что же, наша задача банально усидеть вместе с ними. Панков на 95 темпе пытается не отпустить Кальмежана, но это не получается. Атакует, как мы видим, по графике из пилотона Бауки Молема. Панков за километр 100 заканчивает сейчас свою раздачу. Будет спринтовать Падун и тут же будет начинать свое спринтерское ускорение Александра Рябушенко. Но все спринтеры основные, к сожалению, здесь их не смогли высадить. И вот сейчас надо бороться за максимум очков, дабы сохранить возможные шансы на зеленую майку по итогам этой гонки. Мерлье, кстати, заехал третьим. И вот это не самые радужные новости для нас, потому что всего лишь 3 секунды сейчас преимущество Александра Рябушенко в генеральной классификации. В спринтерской там все очень плохо для нас, потому что у Мерлье уже очень солидное преимущество. И вот на этом этапе нам с вами предстоит каким-либо образом переспринтовать бельгийца так, чтобы, ну, прям солидненько. У нас был разрыв по очкам, и если это получится, то это будет просто чудо. Собственно, у нас сегодня очередной красный день. Все по минусам. Основной развозящий на эту гору Падун, к сожалению, тоже по минусам. Но, в принципе, довести он нас должен. Начинаются атаки. Тоба Дёба повез вперед Мичелтон Скотт. Тут же Домбровский, как я понял. Но Падун пока что уверенно всех развозит. Пошел вперед очередной представитель Мичелтон Скотт. Тут же кто-то из Витала. Тут же Директ Энерджи. Тут же первый номер трек Зага Фреда. И это Бауки Молема. Атакует Молема сейчас под спуск. Как я понимаю. Так. У нас, собственно, пока что все в порядке. Тут зачет горняков показывали. Давайте используем гель. Так, я не понял. А что, Молема оторвался? Вот, блин. 12 секунд сейчас есть у голландца из Трек Зага Фреду. Над нашей основной группой Падун пошел под спуск отыгрывать. Да, конечно, спуск у тебя сегодня 65. Но давай, Марк. Больше некому. Рябушенко и Литвинов это наша основная сила на сегодняшний финиш. За 3.2. Бауки Молема все еще имеет 13 секунд преимущества относительно основной группы. Марк Падун является сейчас основным его преследователем. Километр 700 остается до финиша. Здесь спринт надо начинать чуть-чуть попозже, нежели обычно, потому что здесь холм идет под финиш. Бауки Молема закончился. Литвинов начинает спринт. Свой основной против него Никола Конки. И есть очередная победа наша на этой гонке. Вячеслав Литвинов сравнялся по победам с Александром Рябушенко, который сейчас финиширует пятым. И по сути у нас получается, что между спринтерами 2.2 на этой гонке. Но нет, Рябушенко, кстати, забирает еще генеральную классификацию, поэтому 3.2. И в итоге Рябушенко каким-то чудом еще и забирает спринтерскую классификацию. На одну очко опережает Тима Мерлие. Еще и в молодежной мы хороши, но вот в командной мы только шестые. Бывает и такое. Ладно, это не важно. В принципе, мы забрали генералку на той гонке, в которой я это даже не ожидал. Давайте посмотрим, сколько нам за это дали денег. 31 тысячу. Спасибо, мне очень приятно. Что же, нас сейчас ждет классика Мон Ван Ту. И нам туда придется сейчас везти Александра Власова, потому что у него очень сильно упала мораль. И мы должны как-то ее вот поддержать сейчас. Попробуем подарить ему победу на Le Classic de 1-2. Классная гонка, на самом-то деле, чисто горнятская. Здесь ты должен показать, что ты круче всех, карабкаешься. И только так ты сможешь выиграть. Составчик здесь, кстати, очень даже хороший. Как вы видите, потому что у нас есть отставание от лидирующего гонщика в минуту 10. Гильям Мартен немножечко так оторвался из команды кофигиц. Александр Власов сейчас будет сбрасывать своего последнего вопутчика и пытаться как-то преследовать Мартена. Потому что, ну реально, у него больше минуты за 4 километра до финиша. И это отыграть будет очень сложно, учитывая те темпы, которыми сейчас Саша отыгрывает время у француза. В 70-м темпе сейчас идёт пока что Александр. И за километр мы отыграли, ну сколько? Ну 15 секунд, дай бог. И это, ну по сути, нам даёт шансы надеяться на итоговый успех. Потому что Саша идёт в достаточно неплохом темпе относительно Мартена. Он устал, как мы видим. И всего лишь 30 секунд остаётся от его преимущества. Власов в 85-м темпе. Необходимо воссоединить группу. Да, садится на колесо сейчас чемпион России. Сейчас надо посидеть за ним, банально, Саша. Никуда не дёргаться. Преимущество минут 30 от гонщика позади. Очень далеко, например, сейчас идёт Закарин. Потому что, ну, минус 3 он словил, как и некоторые другие горники, которые, на удивление моё, вывалились очень рано. 800 метров остаётся до финиша. Мартен всё ещё идёт первым колесом. За 600 метров до финиша никто пока что не дёргается. Ну, тогда мы начинаем. 500 метров Александр Власов начинает спринт. У французского представителя Кафедиса нет никаких шансов. Александр Власов забирает Le Classic Duantou. И это очередная победа чемпиона России в нашем составе. Гилье Мартен 2 проиграл в итоге за эти 500 метров 23 секунды. И... Ну, вот такая вот пьянка у нас получилась на последней гонке. И... В принципе, я считаю, что эту серию можно считать успешной. 6 побед мы в итоге срубили на этой гонке. И... Давайте смотреть, сколько нам дадут за классику Duantou. И... Завершать эту серию, потому что... Ну, как бы... Хорошего помаленьку. Сколько нам дадут? 2500 нам дают за эту гонку. Спасибо всем за просмотр, дорогие друзья. Меня звали Николай. Ну, а пока... Ты ответь на такой вопрос мне. Может ли дворец жить в башне слоновой кости? Вхожем быть дворец или яро против вельмож или сохранять свой нейтралец?